Видеоканал «Русская Америка». У нас традиционное общение с блогером, иммигрантом. Сейчас с нами красивая девушка в Италии. И вот мы сегодня первый раз познакомились. Я нахожусь в Нью-Йорке. Тина, в каком городе ты находишься? Виньола называется. Это провинция города Модена. Окей. По-моему, в Модене делают машины какие-то, да? Нет? Около Модена. Ну, в провинции города Модена серрари производят, Маранелло. Да, да, да. Понял. Как давно ты уехала? Почему оказалась в Италии? Вообще, изначально я сюда приехала учиться по программе по обмену студентами. У нас была программа с Южноуральским университетом. Я училась там на лингвиста. И на полгода меня сюда отправили, потому что я выиграла конкурс. Там нужно было написать эссе. Вот мы сюда приехали с двумя другими финалистками. И, получается, полгода мы здесь учились. И вот пока мы здесь полгода учились, я встретила своего будущего мужа, которому я после того, как я закончила университет, получила диплом, я сюда потом вернулась к нему и приезжала по три месяца сначала по туристической визе, а два с половиной года назад я переехала сюда, и мы поженились. И вот уже два с половиной года я здесь на термоментном, так скажем, проживании. То есть ты поехала учиться, ты знала итальянский, да? И поехала на итальянском языке учиться или на английском? На английском у нас было все, все уроки были на английском, все занятия. И второй язык у меня был французский. Но только наши университеты каким-то образом не учли, что у нас занятия были на итальянском. То есть занятия французского языка были на итальянском. Естественно, мы их провалили, мы никуда не ходили на эти занятия и ходили только на те, которые были на английском языке. То есть, по сути, ты приехала в Италию, не знала языка и начала его учить с нуля в Италии, да? Что? Ты начала учить его с нуля именно в Италии язык? Да, да, да. Муж у тебя итальянец, говорит на итальянском, да? Так? И как долго происходил вот этот переломный момент, что ты все-таки начала что-то понимать по-итальянски? Я уже изначально понимала немного, то есть я говорить не могла, но понимала немного. Но это точно так же, как вот, потому что база все равно была из французского языка. Французский и итальянский, они очень особенно в корнях слов, они оба происходят из латинского, и они очень похожи, точно так же, как и, допустим, испанский и итальянский. И все равно какие-то слова мне были знакомы либо из английских корней, либо вот из латинских корней. И я уже где-то через год начала хорошо понимать. Говорить хорошо я начала где-то через два года примерно. Получается, вот четыре года назад я сюда первый раз приехала, и потом вот через два года, получается, уже начала как-то более-менее общаться. Но дело в том, что мы еще изначально только на английском общались, то есть у меня даже не было такой цели, как бы изучать изначально итальянский. Поэтому вот можно было бы быстрее даже выучить, я так думаю. Понятно. А жила ты изначально где, в Челябинске или где? В Южноуральске или что это за город? Я вообще изначально из Оренбургской области, потом я переехала в Челябинск учиться в Челябинске, в Южноуральский государственный университет. И да, я там жила. Понял. И сейчас ты, получается, получила свое вид на жительство, да, ну временный, да, пока у тебя, через брак? Да. Да, но у меня, получается, он, я даже не знаю, как его сейчас сказать, временный он или нет, потому что здесь существует два вида на жительство. Это карта де суджорно и пермессо де суджорно. Карта де суджорно дается, если у тебя муж работает. То есть, по идее, они таким образом хотят, то есть, не давать долгий вот этот вид на жительство, карта де суджорно, она на пять лет, тем, у кого мужчин, то есть муж, либо жена, итальянец, да, не работают. Ну, то есть, могут же фейковый брак сделать, допустим, да, и, то есть, у них уже появляются какие-то мысли, что, может быть, это фейковый брак, поэтому мы сейчас ей не дадим, допустим, да, долгий вид на жительство, продолжительный вид на жительство, а дадим вот этот короткий на два года, вот этот, например, все де суджорно. Но у меня, муж, естественно, работает, у него свой бизнес, и у меня карта де суджорно, которая, по идее, на пять лет, но она потом автоматически как бы обновляется, нужно просто обновить документ, то есть, как паспорт вы обновляете. Я понял, понял. Было интервью у вас, да, то есть, вот в Америке, там, когда брак, люди именно интервью вызывают, спрашивают, не было такого? Нет. Ну, проще, проще. Намного проще, здесь как бы вообще... Здесь в США же особо популярны эти фейковые браки, есть и куча даже темы. И здесь вызывают на интервью. И бывает, что даже разводят по разным комнатам и задают одни и те же вопросы. В общем, как... Я, кстати, тоже написалась об этом. Там чуть ли не задают вопросы, какого цвета глаза. Это правда вообще? Правда, и даже интимные вопросы могут задавать. Ничего себе. Даже до такого доходит. Причем это большие профессионалы, как бы, психологии, и они могут задать любую вопрос. Окей. Хорошо. Ну, а вот сейчас я буквально выходные даже наткнулся на канал такой, называется «Пора валить обратно». Если ты еще не видел его, то посмотрите. Да, есть, создали специальные... Это на путинские деньги сделано было для того, чтобы показать, что за границей живут плохо, в картонных коробках кушать нечего. «Возвращайтесь назад». И там человек, по-моему, 7, они или 8 засняли разных персонажей. Там девочка из Америки, мужик там в Чехии жил. И все говорят, нет, там жить невозможно. Мы с женой... Ну, я не смотрел все-все-все истории, мы с женой посмотрели эту девочку, потому что из Америки. И она рассказывает, что вот она там приехала по какому-то контракту от российского телевидения, ее кинули в итоге, что уже как бы говорит о том, что зачем же назад возвращаешься, тебя российское телевидение кинуло. И она осталась без работы и пошла работать там в детский садик. Там работала на пяти работах, не знаю, как она успевала. И, короче говоря, она промучилась и поняла, что Америка не для нее. И вот вернулась назад, свою родину, Россию, и такая счастливая. Ну, по всей видимости, конечно, там с ней поработали, прежде чем она записала это видео. И она сказала то, что нужно было сказать. Но она реально жила там, потому что мы думали, сначала, может быть, актер, потом просто по каким-то моментам я понимаю, что все-таки, да, она жила в Америке, жила в Бруклине и действительно вернулась. Ну, то есть не выдержала вот этот переломный момент, который как бы у многих есть. И у меня он был, и у моей супруги он был. Она тоже, кстати сказать, работала в детском садике изначально, когда приехала. А вы каким образом переехали? Ну, я переехал. Давай я сейчас расскажу, и потом расскажу про это. Хорошо. Я просто хочу тебя спросить больше, как бы это такое долгое вступление. Так вот, у тебя был такой момент, что вот все, блин, не могу, хочу домой, не мое, язык не знаю, тяжело. И до еще, когда ты познакомилась с мужем, или ты сразу с ним познакомилась, и как-то уже все, любовь, или у тебя были моменты, и уже когда ты с мужем познакомилась, все равно уехать назад. Дело в том, что... Давай забрать. Дело в том, что у меня вообще такое чувство к Италии, то есть я себя здесь чувствую практически как в России. В России я всегда уехать хотела, потому что я не чувствовала себя просто дома там. Но это сложно объяснить. Я, если честно, вот почему, кстати, я согласилась с таким энтузиазмом, так скажем, с вами сделать видео, потому что я, собственно, всегда хотела переехать в Штаты. Я туда ездила два раза по work and travel. И последний раз по work and travel я вообще собиралась каким-либо образом сделать документы, подать в университет. У меня так одна подруга сделала уже. И вот перед тем, как уехать в Штаты последний раз, на последнее вот это лето, я выиграла вот эту учебу в Италии. И, собственно, я вернулась только для того, чтобы, думаю, ну, господи, ладно, съезжу я в Италию, и потом я обратно попытаюсь в Штаты вернуться, так скажем, каким-либо образом. Либо через учебу, там через, также у нас в университете есть Clark University, они как бы филиал, там у них что ли. Ну, в общем, можно было через этот Clark University попробовать. Либо там каким-то другим путем. Ну, в любом случае, для меня Италия была чисто съездить, ну, предусмотрю, вот так вот. И я сюда, когда приехала, мне Италия вообще не понравилась. Это абсолютно не мое место. Но я такой человек, как таракан. Я могу выжить где угодно, но на самом деле. Я выживала в Южной Африке. Я выживала, когда у меня просто кончили все деньги. Я была только на полпути к своему родовладателю. Я сутки провела в Чикаго просто. И как бы мне ничего уже не страшно. Но, как бы, если я себя спрашиваю, комфортно ли мне здесь жить или нет, сейчас, конечно, после практически двух с половиной лет, когда я устроилась, когда я сейчас хочу уже практически свою компанию открывать как-то, ну, сама зарабатывать, не по контракту. Я сейчас по контракту работаю. Вот. И, конечно, мне здесь уже более-менее удобно. Но сказать, что я здесь себя чувствую дома, нет. И как бы, если бы я разошлась со своим мужем, я бы подумала и переехала бы, может быть, пока что в Германию, если бы у меня не получилось, в Штаты. Может быть, в какую-то другую страну, потому что языки для меня как-то... Но не в Россию, да, в любом случае? Да, потому что для меня слишком, не знаю, просто, ну, я некомфортно себя там чувствую. Вот и все. Понятно. Ну, есть какая-то категория людей, которые все-таки возвращенцы, да, назад. Их, конечно, очень мало. И вот даже на сайте пора валить, ну, не пора валить обратно. Ой, что-то у нас пропало задержание. Остановить. Спасибо. Продолжение следует...